это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня кундюму и кулебяки а после ария день города в рязани получился музыкальным четкие ориентиры и правильные приоритеты о правильном воспитании дискутировали на форуме гражданское общество детям страшилки из мессенджеров рязанцев стали пугать цифровым рублем банк россии все разъяснили день города рязань отмечала сразу три дня подряд место развлечений в городе было предостаточно и праздник получился в первую очередь музыкальным свои эстрадные площадки были и на площади победы и на сцене у рязанского цирка на почтовый и вовсе был фестиваль уличных исполнителей а вот кульминации праздника стало выступление группы ария паштет из мещерских грибов на хрусте со злаками риэт из утки на гречневом хлебе с грушей и горчичным соусом свекольная плетеница с вишней базиликом и мороженым из козьего сыра для искушенного гурмана эти блюда может о чем-то и говорят для обычного же рязанца все это удивительное меню меню рязанского обеда на фестивале рязанское гостеприимство к тому же если взбитую морковь с горчичным маслом и семечками готовят прямо при вас для тех кто привык к обычной еде работал фудкурт где кстати все было вполне бюджетно как например пирожки по 20 рублей тем временем на площади победы развернулась самая настоящая эстрадная площадка для рязанцев выступили местные коллективы а также группы файвста фэмили и моя мишель главный же сюрприз дня города концерт группы ария ждал рязанцев уже под вечер в центральном парке культуре отдыха но в начале публику разогрела рязанская рок-группа в ави и и переполненный зеленый театр принял овациями а потом на сцену вышла ария прозвучали любимые хиты улица роз беспечный ангел штиль таким завершение дня города многие рязанцы себе наверное и представляли духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения стало основной темой третьего регионального форума гражданского общества детям в этом году его приурочили году педагога и наставника и говорили на нем в том числе о комплексной безопасности детей и подростков воспитание детей роль духовно-нравственного наследия в становлении молодого поколения стали основными темами дискуссии мы должны стать сплоченнее главный посыл от общественной палаты наш гражданский форум призван обсудить наиболее актуальные острые злободневные вопросы связанные с участием гражданского общества в решении тех проблем которые сегодня волнуют наше общество через призму включенности в этот эти процессы общественные процессы наших детей митрополит марк отметил что современной молодежи сегодня совсем непросто из-за противоречий в обществе по словам владыки именно в четких ориентирах и правильных приоритетах лежит ключ гармоничному развитию детей по словам митрополита роль педагога и наставника основная в этом вопросе и всякий раз когда мы говорим о наставничестве мы должны понимать наставник это человек который знает лучше чем ребенок правильная модель поведения и понимание культурных ценностей должны быть сформированы с детства для этого в школах необходимо на регулярной основе проводить патриотические историко-крывеческие мероприятия направленные на формирование активной гражданской позиции у молодежи кристина бочкарева михаил лазуткин телекомпания город в рязанской исправительной колонии номер 6 учились справляться с массовыми беспорядками по легенде учения заключенные захватили заложников первичные переговоры ни к чему не привели сразу после поступления сообщения происшествия весь личный состав учреждения и сводный отряд спецназа подняли по тревоге машина которого нужно находится в 20 минутах езды в результате слаженных действий сотрудников уфсин правопорядок в учреждении был восстановлен для участия в тактико-специальных ученик привлекались силы и средства у мвд росгвардии мчс был мобилизовано более 200 сотрудников силовых ведомств оперативный штаб уфсин под руководством начальника ведомства александра комкова успешно стабилизировал обстановку в исправительном учреждении подобные учения в рязанских колониях проводят регулярно прокуратура кальпиковского района рязанской области поддержала гособвинения по уголовному делу в отношении женщины обвиняемые в мошенничестве речь идет о махинациях с кредитными картами в ходе судебного следствия установлено что в конце прошлого года в помещении офиса сотовой связи где обвиняемая работала в должности менеджера коммерческого отдела у нее возник преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана а именно путем заключения договоров на оформление кредитных карт халва пау совком банк на двоих человек и хищение с указанных карт денежных средств для использования в личных целях реализуя задуманное женщина имеет доступ с рабочего компьютера к базе данных брокер используя паспортные данные указанных граждан внесла их персональные данные для оформления кредитных договоров с лимитом денежных средств на сумму 75 тысяч рублей на каждого гражданина продолжая свои преступные действия получив свое распоряжение карты халва паусу в комбанк оформленный на граждан совершила хищение денежных средств указанных карт которыми распределилась по своему усмотрению причинив тем самым банку имущественный ущерб на сумму 150 тысяч рублей приговором мирового судьи судебного участка номер 39 клепяковского районного суда рязанской области жительница клепяковского района признана виновной в совершении преступления предусмотренного частью первой статьи 159 уголовного кодекса российской федерации ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу ну и в продолжение темы мошенничества рязанцев мессенджера стали получать спам сообщения о массовом переходе на цифровые рубли дескать переход будет принудительным а затем цифровые деньги невозможно будет перевести в наличные и безналичные как сообщает банк россии данная информация не соответствует действительности с 15 августа началось пилотирование операции с реальными цифровыми рублями в пилоте участвует ограниченный круг клиентов 13 банков в массовый оборот цифровой рубль будет внедряться по оценке банка россии на горизонте 25 27 годов происходить это будет поэтапно при этом все формы рубля наличные безналичные цифровые будут доступны и выбор какими рублями пользоваться останется за гражданами никаких рассылок о цифровом рубле от банков тем более от банка россии гражданам направляться не будет сотрудники банка россии в целом не работают с физическими лицами не звонят им не высылают фото своих документов любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями мошеннические в минувшие выходные православный мир вспоминал успение пресвятой богородицы почему смерть богоматери отмечают как праздник и чему верующие радуются в этот день нашем следующем сюжете в конце лета верующие встречают последний в череде великих двунадесятых праздников годового богослужебного круга успение пресвятой богородицы о том как на руси относились к этому торжеству свидетельствует посвящение многих храмов именно успению царицы небесной вот и в рязани в этот день свой престольный праздник встречал кафедральный собор считается что этот праздник завершает череду из 12 важнейших дней для православных верующих поэтому с него принято отсчитывать новый год для церкви также в этот день завершается успенский пост по важности величию успение пресвятой богородицы ставится на второе место после светлого дня пасхи и по праву считается одним из самых светлых и любимых праздников всех христиан а кто-то и вовсе считает его богородичной пасхой господь забрал на небо не только ее душу но взял ее тело по сути дела речь идет о воскресении телесно воскресении богоматери согласно древним традициям в этот день принято идти в храм чтобы осветить колоски семена пшеницы от нового урожая как по завершению великого поста в пасху в праздник успения пресвятой богородицы все накрывают богатый на угощение красивый праздничный стол с 28 августа разрешается разговеться и устроить смешное празднество футбольный клуб рязань после успешного для себя кубкового матча в котором напомню со счетом 21 был обыгран космос из долгопрудного провел выездную встречу с дублерами подмосковных химов еще до его начала на своей официальной страничке клуб выложил мотивационную речь наставника рязанцев максима швецова сразу после кубковой встречи этот запал команда поддержала и сегодня сегодня наконец-то я увидел на поле не то что 10 или 11 футболистов на поле которые были на резерве но 11 мужиков настоящих бойцов вот так можно победы все завоевывать если у нас был такой настрой в предыдущей как-то вернее вы теряли бы ничего не потеряли поэтому еще раз за настоящих мужиков такая мотивационная речь главного тренера после победы над космосом в кубке в матче с дублерами подмосковных химок по идее рязанцев должна была окрылить и за этим дело не стало встреча была отложена на день но судя по всему лучше от этого стало только гостям уже на шестой минуте владимир марков выскочил один на один после прорыва игора аксёнова выручил вратарь кто будет играть в этом матче первым номером рязань показала сразу же пусть даже хозяева пытались огрызаться на 30 минуте тот же марков должен был открывать счет мяч прошел мимо она 41 галки про красно-черных среагировал на удар вячеслава пурака на голы рязанцы что называется наиграли но мяч упорно не шел в ворота во втором тайме преимущество гостей и вовсе стало подавляющим в какой-то момент хозяев просто придавили к своей штрафной и галкипер рязанцев максим тимофеев далеко за пределами своих владений стал выполнять роль последнего защитника практически как в мини-футболе и такая игра в давление принесла свои плоды правда лишь концу матча на 77 минуте снова владимир марков обыграл соперника на углу штрафной и вырезал мяч на дальнюю замыкал уже роман петрухин 1-0 химки пошли вперед но пропустили резкий контур выпад павел трифонов оказался расторопнее всех и снова прострелил на дальнюю петрухин оформил дубль в итоге 2-0 убедительная победа рязани и по счету и главное по игре на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62 . tv на наших страничках в соцсетях всего доброго